Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня четверг, 1 декабря. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте! День белой козы Одним способом окажется в заснеженной хоть летом, хоть зимой Антарктиде. Ведь сегодня день Антарктиды. А у нас после ледяного дождя до выпавшего иния давно уже, как на Антарктиде, бело и пушисто вокруг. А еще сегодня день без искусства. И есть над чем задуматься. Например, можно ли прожить без искусства хотя бы один день? Без хорошего кино, без живописи, театра, музыки? Конечно, можно. Но насколько тогда наша жизнь превратится в бесцветное существование? На мой взгляд, тот, кто придумал день без искусства, поступил мудро. Это как раз тот случай, про который говорят, что имеем – не храним, а потерявшие – плачем. От календаря с неофициальными датами и событиями переходим к историческому. Исторический хронограф Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 1 декабря, отмечаются Всемирный день борьбы со СПИДом и Всероссийский день хоккея. В разные годы истории 1 декабря происходили следующие события. 1 декабря 1854 года родился геолог и палеонтолог Алексей Павлов. В Симбирской губернии он работал над изучением верхнемеловых и нижнеюрских отложений. Открыл и исследовал баевское окаменелое дерево. В 1903 году написал книгу «Оползни симбирского и саратовского приволжья». 1 декабря 1887 года в Лондоне напечатан роман Артура Конан Дойля «Этюд в багровых тонах». Первая книга о сыщике Шерлоке Холмсе. 1 декабря 1891 года канадско-американский тренер и преподаватель физической культуры Джеймс Нейсмит придумал новую игру – баскетбол. 1 декабря 1900 года в селе Паншино, ныне Радищевского района Ульяновской области, родился литературовед Александр Ревякин. 1 декабря 1913 года на заводе американской компании «Форд Мотор Компани» установлена первая линия конвейерной сборки. А 1 декабря 1918 года в России создан Центральный аэрогидродинамический институт. Легендарной ЦАГИ. 1 декабря 1934 года в Ленинграде убит популярный в народе советский государственный и политический деятель Сергей Киров. 1 декабря 1941 года в селе Боровка, ныне Меликесского района Ульяновской области, родился поэт, прозаик и публицист, один из организаторов Дмитровградской татарской национально-культурной автономии Равиль Шефигулин. 1 декабря 1943 года в Тегеране завершилась конференция глав государств антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля. 1 декабря 1959 года заключен Международный договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях. В том же 1959 году, 1 декабря, в Советском Союзе состоялась премьера фильма режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате». Он вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. С триумфом демонстрировался в кинотеатрах всего мира. 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ, группой террористов захвачен экскурсионный автобус с детьми. 1 декабря 1990 года проходчики, строившие Евротоннель с французской и британской сторон, встретились под Ла-Маншем. 1 декабря 1995 года в Великом Новгороде открыто троллейбусное движение. И 1 декабря 2001 года создана политическая партия «Единая Россия». Исторический хронограф Специальный репортаж С вами Наталья Козина, я продолжаю передачу. После того, как в конце ноября мы пережили ледяной дождь, нельзя сказать, что выражение «словно снег на голову» нас может удивить. И все-таки, похоже, это случилось. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы на 7 месяцев раньше запланированного. С 1 декабря произойдет повышение размера платежей за услуги ЖКХ во всех российских регионах Ульяновской области в том числе. Вот уж действительно, словно снег на голову. Как же так? Ведь повышение платы за коммунальные услуги уже было полгода назад. 1 июля. Следующее должно быть в июле 23 года. Министерство экономического развития России перенос сроков объясняет тем, что, цитирую, это нужно для обеспечения беспребойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране и сохранения качества жилищно-коммунальных услуг для населения. За счет средств от индексации будут обновлены теплотрассы, водопроводы и другие объекты. При этом Министерство экономического развития России обещает, что потом индексация не будет проводиться полтора года. Следующая должна состояться только 1 июля 24 года. Декабрьская индексация коснется платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. Чиновники заверяют, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. Напомним, индексация платы за жилищно-коммунальные услуги не должна превышать предельные, то есть максимальные индексы изменения размера такой платы в муниципальных образованиях. Эти предельные индексы в соответствии с жилищным кодексом устанавливают регионы. Данное правило сохраняет свою силу, равно как и все действующие льготы по жилищно-коммунальным услугам. Ожидается, что предельный уровень индексации тарифов для населения не превысит 9%. Ведомстве подчеркивают, что существующая система тарифного регулирования не допускает увеличения совокупного платежа за коммуналку для граждан больше, чем на величину инфляции. А по итогам года уровень инфляции ожидается в 12,4%. То есть размер индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг будет даже ниже этого показателя. Эксперты отмечают, что предложенные параметры индексации тарифов говорят о том, что правительство России последовательно придерживается принципа «инфляция минус» и защищает интересы потребителей в первую очередь. Новые платежки за оплату услуг ЖКХ мы получим в начале января. Поэтому впереди есть еще достаточно времени, чтобы подробнее во всем разобраться. Ждите наших следующих передач в декабре. И снова о погоде. Так обидно, что лето было коротким, а вот осень и зима, наоборот, наступили раньше времени и сильно сократили нам теплые дни, на которые мы так рассчитывали. Ледяной дождь в ноябре в буквальном смысле выбил всех из привычной колеи. Несколько дней было ни пройти, ни проехать. Все устелено сломанными деревьями, ветками, сучьими. И, конечно же, опасная гололедица. Вот-вот ни пройти, ни проехать. Утром были закрыты все областные дороги. А это уже практически коллапс. Почему такое произошло? Ведь плохой прогноз погоды был очевиден. Почему дорожные службы не позаботились обо всем заранее? Разбираемся с министром транспорта Евгением Лазаревым. В период с 22 по 24 ноября на территории Ульяновской области зарегистрировано 29 инцидентов в 10 муниципальных образованиях. В результате указанных инцидентов частично были отключены от электроэнергии 60 населенных пунктов. Под отключение попали 57 многоквартирных домов, 8 944 частных дома, в которых проживают более 23 тысяч человек. А в Меликесском районе какие работы выполнились 24 ноября? Дополнительно при выявлении разрушения изоляторов на линии электропередач в Меликесском районе во избежание дополнительных отключений филиалом ПАУ «Россети Волга» Ульяновские распределительные сети было принято решение о проведении плановых отключений для произведения работ по замене указанных изоляторов. В результате чего с 13 часов 20 минут до 18 часов 20 минут 24 ноября плановые были отключены от электроснабжения 5 населенных пунктов Меликесского района. Работы были выполнены силами одной бригады. Под плановое отключение по Меликесскому району в данных населенных пунктах попали 925 частных домов, в которых проживают более 1300 человек. Данные работы позволили исключить аварийное отключение с последующими долговременными работами по восстановлению электроснабжения потребителей. Как обезопасили придомовые территории от гололеда и завалов из сломанных деревьев? Для устранения последствий образования гололеда на придомовых территориях Ульяновской области, а это более 7200 многоквартирных домов, общей площадью более 3,5 квадратных метров благоустройства, были задействованы 202 единицы уборочной техники, более 1400 дворников, использованы более 400 тонн пескосоляной смеси и твердого реагента. Работы у нас охотятся на особом контроле. Все также, повторюсь, приведены в режим повышенной готовности. В каждом муниципальном образовании у нас есть административно-техническая служба, которая ежедневно мониторит эту ситуацию. На утро и на полдень 23-го числа у нас под частичным отключением было 5 населенных пунктов Ульяновского района и было произведено отключение во второй половине дня для плановых работ 5 населенных пунктов в Меликесском районе. Утром 23-го ноября были перекрыты областные дороги. Утром в 6 утра мы закрыли до 12-ти. А ведь прогноз уже был. Если бы ночью на дороге выехала техника и посыпала дороги пескосоляной смесью, то перекрывать автодвижение не было необходимости. На следующее утро в департаменте автомобильных дорог провели внеплановое совещание с приглашением всех директоров наших подрядных организаций. Взяли этот вопрос на более усиленный контроль. По заявлению все было отработано по тем графикам и мероприятиям, которые у них предусмотрены контрактом. Но, тем не менее, работу с гидромедцентром и погодным условием мы на сегодняшний день будем усиливать. Повторюсь, что круглосуточное дежурство, телефон горячей линии в департаменте автодорог работает. Это наши традиционные ежегодные мероприятия. По тем проблемным местам, они у нас как бы из года в год повторяются, где мы требуем от наших организаций. Это вдоль Волги, в Радическом районе, в Сенгелеевском районе, в Чердоклинском районе. Они у нас были взяты на особый контроль, но претензионную работу мы проведем. А вот мнение губернатора Алексея Русских о закрытии дорог. Сейчас такие технологии по содержанию дорог, которые позволяют в случае грамотного применения не переходить таким крайним мерам, как закрытие дорог. Больше, чтобы этого не было. Требуйте. Деньги мы им правим исправно за содержание. Пусть выполняют условия контракта. Министр транспорта Евгений Лазарев пообещал губернатору, что впредь дорожные службы будут расторопнее. А теперь слушаем председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова, который отчитается об институте кураторства. С начала специальной военной операции каждый министр принял на себя добровольное обязательство быть куратором для семей мобилизованных, чтобы без лишних бюрократических проволочек решать насущные проблемы таких семей. Напомню, что задачей кураторов является решение наиболее сложных вопросов, иногда межотраслевого характера. Какие-то вопросы требуют определенных действий и результатов. В некоторых случаях людям просто необходимо доступно и полно разъяснить их права и возможности. А сколько вопросов поступило кураторам? За время работы кураторов к ним поступило почти 400 вопросов от членов семей мобилизованных добровольцев. Из них 250 вопросов, то есть более половины кураторы решили самостоятельно, а 145 вопросов направлены в профильное ведомство для более детального рассмотрения. Кураторы продолжают держать на контроле до полного разрешения все вопросы. О чем люди спрашивают? Тематика обращений на сегодняшний день следующая. Это выплаты денежного содержания участникам. Специальные военные операции – это более трети вопросов. Финансовые вопросы, в том числе кредитные – это 23%. Прохождение военной службы в зоне СВО – 19 вопросов. Социально-бытовые вопросы – 17. Вопросы медицинского характера – 8%. Можно отметить с положительной стороны ряд кураторов, которые действительно по количеству рассмотренных вопросов, оперативности и качеству их решения принимают все необходимые меры. Стараются, однако, конечно, есть у нас кураторы, которым еще необходимо подтянуться, которые не дожимают решение вопросов. Соответственно, все должны понимать, что семьи не получают своевременной помощи и разъяснений. А другие обращения? Также мы проанализировали обращения, поступающие не кураторам, а по иным каналам связи. По данным информационного блока, за последние 4 недели количество обращений, поступивших через портал «Госуслуги.Решаем.Месте», систему «Инцидент-менеджмент», в личные аккаунты губернатора, горячие линии исполнительных органов, по некоторым направлениям снижается. Снижается количество вопросов о прохождении службы мобилизованными и добровольцами, о мерах поддержки семей мобилизованных. Однако следует отметить, что вопросов по выплате денежного содержания становится больше. Тенденция обращения в органы соцзащиты также показывает снижение их количества. При этом из выявленных за все время органами социальной защиты 1742 проблем семей мобилизованных, 55% касаются кредитных обязательств, 15% – это прочие финансовые ситуации, 10% – социально-бытовые вопросы, 8% связанных с необходимостью оказания психологической помощи, и 11% – это вопросы иные. Сколько вопросов уже решили? На данный момент разрешены 1653 вопроса, почти 95%. Хочу отмечить, что на момент визита в Ульяновскую область полномочного представителя президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе Комарова Игоря Анатольевича было решено почти 80%. То есть динамика у нас заметно улучшилась. Мы продолжаем работу кураторов в муниципальных образованиях. Напоминаю, что кураторы работают по территориальному принципу. Часть вопросов, поступающих к ним, конечно, имеет отраслевую принадлежность. Понятно, что куратор не может решить на месте все вопросы. Для этого ему требуется помощь коллег из других исполнительных органов. Поэтому управление администрацией губернатора по социально-экономическому развитию муниципальных образований выступает координатором этого процесса. Ответы на вопросы профильное ведомство направляет в управление в течение двух-трех дней. Управление незамедлительно доводит ответы до кураторов, которые, в свою очередь, информируют автора вопроса. Очень важно не заниматься бюрократическими отписками, в том числе сообщая в последний момент, что вопрос распределен не по компетенции. Все нюансы прошу устранять оперативно и в рабочем порядке. А выезды кураторов продолжаются? В данной схеме ответственным за решение всех вопросов остается куратор, который должен добросовестно отслеживать, чтобы ни одно обращение не осталось без ответа. Что касается формата курирования муниципальных образований, то еженедельные личные выезды остаются обязательными. Обязательными остаются и встречи с членами семей мобилизованных у добровольцев. В исключительных объективных случаях возможен выезд вместо куратора заместителя или директора департамента министерства, либо общение с семьей посредством видеоконференц-связи. В нашей работе главное, что польза от таких встреч была очевидна для членов семей, и ни одна семья не осталась без нашего внимания. А теперь слушаем Наталью Мартынову, министра информационной политики. Действительно, количество сообщений по большинству вопросов снижается. Повысилось количество сообщений на горячей линии ОГВ. Я считаю, что это хороший показатель. Это значит, что органы власти сумели донести до людей телефоны, по которым нужно обращаться по конкретным вопросам, и забирает на себя уже отраслевую повестку, на которую могут четко давать ответы. Из особенностей еще этой недели, то, что снизилось количество вопросов о частичной мобилизации в целом, продолжает поступать обращение от добровольцев, желающих принять участие в СВО. Растет количество вопросов по вещевому обеспечению. Это связано с тем, что широко сейчас информируется население о гуманитарной помощи, о том, куда доставляются конкретные гум-конвои. И многие семьи мобилизованных дополнительно сообщают о том, что еще требуется их близким и на каких направлениях. То есть уже идет такая частная работа. Еще тоже важный вопрос. Это вопрос о правомерности мобилизации гражданина и его возвращении. 20 таких вопросов, почти 50% от проблемных вопросов прохождения военной службы мы получили. Это вопросы частного характера. Здесь нам нужно прямо по каждому вопросу посмотреть и с семьями отработать, помочь тем, кому нужна действительно помощь по возвращению. По доходам и мерам поддержки мобилизованных граждан, региональные выплаты, вопросы передачи собственного бизнеса, предоставление кредитных каникул снижается количество вопросов. Они практически минимальные. Остается вопрос о невыплате денежного содержания. Это в основном вопросы разъяснительного характера. Граждане обращаются с вопросами по конкретным суммам, по конкретным срокам и датам. Здесь необходима работа с личными кабинетами и разъяснительная работа тоже. Здесь нам нужно продолжать усиливать разъяснительную работу. Снижается количество вопросов по доходам и мерам поддержки семей мобилизованных граждан. Здесь тоже в основном остались индивидуальные вопросы по получению ЕДВ 20 тысяч рублей. Это конкретные вопросы конкретных семей, у которых есть какие-то особенности. И материальная помощь семьям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. Здесь соцзащита только личная работа с конкретными семьями необходима. Министр информационной политики Наталья Мартыновой и председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков рассказали о помощи и поддержке семей мобилизованных. Наступил декабрь, последний 12-й месяц года. Конечно, все мы подводим определенные итоги. Что сделали в этом году? Что успели? А до чего так руки и не дошли? Мы хвалим себя за маленькие и большие победы, и наоборот, ругаем за бездействие, оправдывая себя, что вот в следующем году догоним упущенное. Определенные итоги подводит и Ульяновское областное отделение Русского географического общества. Его председатель Дмитрий Травкин гордится, что этот 2022 год войдет в летопись, как год, когда свершилась молодежно-эколого-туристическая экспедиция по одному из самых сложных и трудных маршрутов на севере России на Хребет, Хамар, Дабан. Например, для сравнения, Дмитрий называет цифру 1. Это коэффициент сложности для туристов, если бы они отправились в поход по территории Ульяновской области. А экспедиция на Хамар, Дабан имеет коэффициент сложности 28. Как говорится, почувствуйте разницу. Вместе с Федором Самсоновым, начальником отдела по туризму Ульяновского техникума Олимпийского резерва, они рассказывают о своей победе. Да, эта молодежная экспедиция претендует стать самой значительной в сфере всего российского туризма. А это значит, что ульяновские туристы – одни из самых лучших в стране. Была давно задумка посетить этот уникальный уголок России, Южное Прибайкалье, где чуть-чуть совсем рукой подать до границы с Монголией, где соседствуют два федеральных округа. Это Сибирский федеральный округ, на его территории находится Иркутская область, и Дальневосточный округ – это Республика Бурятия. Нужно помнить, что этот год в Российской Федерации объявлен годом памяти 150-летия Владимира Арсеньева, известнейшего российского советского исследователя Дальнего Востока. Указ президента Российской Федерации Владимира Путина на этот счет подписан и действует. Поэтому была как раз задумка наших юных туристов из Молодежного клуба Русского географического общества посетить эти достаточно отдаленные районы. Но экспедиция – это путешествие с определенной целью, имеющее какой-либо вклад. Какой вклад мы все-таки для себя планировали, какого мы достигли? Во-первых, значительная часть маршрута, который, безусловно, имеет и спортивно-туристическую направленность, он пролегал по территории национального парка Тункинский. Это один из самых больших национальных парков России, если не самый большой. Его площадь – полтора миллиона квадратных километров. Это огромная по размерам территория, на территории которой есть уникальные, конечно, объекты. Это и представители флоры, фауны. Природа создала этот хребет. Мы говорим о хребтехе Мордобан. Это древнейшая горная система мира из ныне существующих. Ее возраст 750 миллионов лет. Удивительно, но на ее территории до сих пор есть эндемики, растения, которым примерно столько же лет. Это интереснейший, богатейший животный, растительный мир, уникальная минералогическая составляющая. Это все действительно очень интересно. Ну и район славится своей высокой труднодоступностью. Пожалуй, за последние 30 лет наша группа, а мы в ходе экспедиции действительно выполнили нормативы спортивно-туристического маршрута, пешеходного третьей категории сложности. Последний раз ульяновская группа была с этой целью на территории Хамардобана, наверное, еще в позднесоветские времена. То есть, в ближайшие 30 с лишним лет туристы, туристические группы на территорию Хамардобана не выпускались. Поэтому восстановить пути перемещения в этом уникальном районе, проложить трек путешествия, писать маршрут, который может впоследствии быть использован другими туристами, которые хотели бы посетить это великолепное место на территории нашей страны. Это тоже была задача экспедиции, которая состоялась. В группе были как молодые туристы, так и туристы с опытом. То есть, нам есть чем сравнивать. Если мы возьмем Уральскую тайгу, если мы возьмем тайгу, допустим, Нижегородскую, если мы возьмем наш Чувашскую тайгу, если мы возьмем Марийку, например, если все это мы вместе сложим, то это будет одна десятая Хамардобана. Ну, во-первых, это очень дикие и труднодоступные места, где вся природа, какой она там находится, она вся находится, ну, по сути, в первозданном состоянии. Потому что, к сожалению, влияние антропогенного фактора, фактора человека, вот на те вот районы, о которых сказал Федор, они уже достаточно зримо видны. Человек уже активно хозяйничает и в Марийке, и на Урале. А на Хамардобане, ну, то есть, представьте себе, это огромные, суровые горы, они невысокие. Район относится к категории такого таежного среднегорья. Но его трудность для туристов состоит в том, что вот это невысокие, а сравнительно горы, самая высокая гора, это гора Ханулла, высотой 2474 метра. Эти горы, горные хребты разделены глубочайшими ущельями, по которым текут такие холодные реки, температура которых всегда примерно одинаковая, 6-8 градусов. А многие из них не замерзают зимой, и они находятся в достаточно глубоких ущельях, то есть, покорив какой-либо перевал или взяв вершину, нужно в долину следующей реки спускаться, теряя, ну, там, почти полтора километра, с 2300 метров, например, до 800, полторы тысячи потеряли. Потом снова, и вот маршрут, по которому мы прошли, он проходил по долинам 6 таких рек, то есть, нужно было 6 раз набрать, 6 раз спуститься, и это все на фоне абсолютного такого бестропия. Тропа нас сопровождала первые 20 километров до хребта Черского, дальше она стала очень плохой до реки Утулик, и дальше, после реки Утулик, практически до Лангутайских ворот, можно сказать о том, что тропы-то и не было. Иногда где-то она читалась, и это не мудрено, потому что раньше, когда-то, в 18 веке, по этой территории, до того, как наша торговля России и Китая, с середины 19 века стала вестись через бурятский город Кяхта, вот по этой тропе, это был так называемый знаменитый чайный тракт. При Екатерине II по этим труднодоступным горным местностям на лошадях доставляли из Монголии в Россию чай. С тех пор, вот с середины 19 века, дорога оказалась заброшенной. Конечно, за 200 лет что-то сохранилось, но поскольку район этот отмечается высокой сейсмической активностью, там раз в несколько лет происходит крупное землетрясение, одно из них в 19-м году было силой до 11 баллов, то есть это практически идеальный шторм, как говорят, это высокие такие вот показатели, когда сдвигаются вот эти курумники, вот эти каменные большие стены, когда сдвигаются тропы, когда некоторые реки меняют русло, это достаточно серьёзное природное воздействие, поэтому многие тропы, конечно, просто не сохранились на ощупь, приходилось двигаться в этих условиях, и по некоторым участкам в течение часа напряжённой работы нам удавалось продвинуться, ну, как наш навигатор говорил, у нас же был навигатор, который трек маршрута накладывал и считал нам расстояние 250 метров в час. Вот такая была скорость у группы. Это, в общем-то, так, не сильно разогнатно. Сейчас каторжная работа, каторжный. Но при этом это совершенно вот изумительные кедры высотой до 30-40 метров в несколько обхватов. Это уникальные реликтовые тополя, которым несколько десятков миллионов лет. Это не наши тополя в средней части России. Это огромные, стройные, вот такие вертикальные, без всяких искривлений, тоже в несколько обхватов, высокие столбы, уходящие в небо. Это обилие ягод, это вот целые поляные заросли. Брусника, черника, голубика, красная самородина. Ну, вот, конечно, бруснично-черничные ковры, которые гектарами просто идёшь, и она постоянно не заканчивается. Это, конечно, вот придает этой местности удивительный колорит. Сегодня вечером интересный рассказ об экспедиции на хребет Хамар-Дабан с участием Дмитрия Травкина и Фёдора Самсонова прозвучит полностью. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас два интересных, но не очень приятных слова. Чем лизоблюд отличается от блюдолиза? В словаре Ушакова сказано, что блюдолиз – устаревшее название любителя полакомиться за чужой счёт – прихлебателя. А лизоблюдо тот же Ушаков трактует как лицо, прислуживающее кому-нибудь. Подлиза или подхалим. Такой человек сумеет подлизаться из своих мелких корыстных побуждений. Но вот что удивительно, в современных словарях блюдолиз сроднился с лизоблюдом. Теперь это синонимы, и блюдолиз тоже стал подхалимом. От перемены мест корней значение не меняется. Вот такая логика. И на этом у меня на сегодня всё. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы! Удачная жизнь Ох уж эта тля! Как она измучила всех садоводов! А чего боится тля? И как с ней бороться, например, подручными средствами? Тля поселяется на любых растениях. От комнатных цветов до взрослых деревьев. За сезон колонии насекомых может нанести серьезный ущерб как самим растениям, так и будущему урожаю. Поэтому против вредителей применяют целый комплекс безопасных средств. Сейчас расскажем об одном из таких. Этот раствор уничтожает тлю за один день. В частности, берем розу. На полтора литра теплой воды берем половину столовой ложки пищевой соды. Сюда же добавляем одну столовую ложку жидкого мыла. Обрабатываем розу с двух сторон листа. Также этот раствор, вода плюс сода плюс жидкое мыло, губителен для паутиного клеща. Этим раствором можно обрабатывать и розу, и помидору, и другие кустарники в саду. Кроме того, если вы начнете этим раствором обрабатывать помидору, то еще поможете ей справиться с фитофторой. Так что сегодняшний урок, что сода губительна для тли. Вот и все. Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Юкозина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. В этот день появились на свет певец, скрипач, композитор, дирижер и музыкальный теоретик Франц Ксавер Рихтер. Он работал в Австрии, Майнгейме и в Страсбурге, где был музыкальным директором собора. Как композитор, Рихтер писал в основном симфонии, концерты для деревянных духовых инструментов, трубы, духовную музыку и мессы. Актер, музыкант, певец и Гарик Сукачев. Сценический образ Сукачева был охарактеризован как гремучая смесь хулиганствующего пролетария и старого солдата, не знающего слов любви. Гарик Сукачев, лауреат премии «Чайка» в номинации «Мелодии и ритмы» за лучшее музыкальное оформление спектакля. Знаю я, есть края, подходи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов как в местах тех, нигде, брат, в помине и не. Там в озерах вода, будто божья роса, а там искорятся ломазами завезды и падают в горы. И я поехала туда, только где мне достать бы билета, билету цену. А медный горош, да простая копейка. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. Дорогой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. Дорогой рассказал о каком-то случайном такси. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1997 году Кенни Джи установил мировой рекорд по удержанию одной ноты на саксофоне в течение 45 минут и 47 секунд. Позже этот рекорд был побит Джованни Эскаланте, который, благодаря специальной технике, позволяющей дышать и играть на инструменте одновременно, продержался на одной ноте 1 час 30 минут и 45 секунд. КОНЕЦ В 2005 году Андрей Матвеев, Дмитрий Гройсман и Александр Иратов решили запустить новый проект – музыкальный фестиваль «Эммаус». Также в 2005 году на аукционе за уникальную и доселе неизвестную нотную рукопись большой фуги Баха отдали 17 миллионов евро. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ